Всем привет, дорогие друзья, из солнечной Алани. Как вы видите, мы завернуты в шарфы, в шапки, я в пальто. По аланийским мерам началась холодная погода. Айхан говорит, что примерно 5 градусов, но мне кажется, градусов 10. Ну-ка, посмотрим на солнце. Но мы едем на мопеде, поэтому холодный ветер. А вчера я прогулялась пешком. И на солнце, кстати, если просто ходить по городу гулять, очень-очень даже тепло. Но, как я уже говорила, мы едем на мопеде, поэтому нам всегда холодно. Надели уже пальто, шапки, даже в угах я. Середина декабря, друзья. Солнце светит, небо голубое. Несмотря на то, что начались холода, вот вы видите за мной зеленое, все зеленое, кусты, даже некоторые цветы еще цветут. Сейчас мы едем по дороге, которая проходит за торговым центром Аланиум. Здесь очень много построили современных новых комплексов. Вот, кстати, один из них. Очень-очень там классная инфраструктура. Ну, а куда мы едем? Мы едем в государственную больницу Аланиум Новую, которую только что открыли для всех. И сегодня состоится торжественный завтрак с директором гостиницы, с главным врачом, простите, с главным врачом гостиницы, у которого мы постараемся взять интервью, но не знаю, насколько нам хватит времени, потому что нам очень срочно нужно ехать в Анталию. Ну, в общем, постараемся вам рассказать, что как есть, и дать всю самую подробную и важную информацию. Поэтому оставайтесь с нами. Продолжение следует... Мы заходим в лобби больницы. Посмотрите, как это все классно здесь выглядит. И есть полный список всех отделений. Все, что есть в больнице. Я вам засниму, вы потом можете сфотографировать и посмотреть. Конечно, видно не очень хорошо, но очень классно сделали. Посмотрите, какой дизайн современный, много света. Очень-очень классно. Ну, а сейчас мы идем на сам завтрак. Так, везде есть вот такие вот панно, где можно прочитать, куда вам идти. Современные лифты. Вот так вот выглядит один из этажей. В общем, больница еще новая. Сюда только переезжают. Но, друзья, я под впечатлением. Очень здорово. Это государственная больница. Вот и доктор. Вот видите, ребята еще переезжают, все готовят. Ой, а вот это, наверное, для деток. А, это вот эти штучки современные привезли для деток. Там детское отделение. Пока еще пустынно. Пациентов не очень много. Здесь у нас ресепшн. В общем, очень современная больница, друзья. Очень-очень здорово. Здесь, насколько я увидела, 7 этажей. Я не знаю, что здесь. Видите, еще даже объявления не повесили о том, что здесь будет. Ну, в общем, еще пустынно. Народа пока нет. Но в скором будущем здесь будет очень много народу. Ну, а сейчас давайте даже есть туалеты. Показать вам туалеты в больнице. Я думаю, что вы захотите их увидеть. Вот так вот выглядят туалеты в больнице. Ну, в общем, все чистенько, аккуратненько, нормально. Мне очень понравилось. Пишите обязательно ваши комментарии, как вам эта больница. Естественно, по всем этажам мы ходить не будем. А сейчас отправимся на завтрак. Как вы понимаете, здесь, в этой больнице, все самые современные технологии. Приехали лучшие врачи из многих городов. И сейчас мы заходим в столовую, где у нас заходит завтрак. Вот так выглядит столовая. И вот наш стол. Как выглядит турецкий завтрак, вы уже знаете. Ну, вот нам сегодня дали омлет, сучук, семит у нас есть, яйца, салат. Ну, в общем, все самое вкусное. Ну, конечно же, турецкий чай. Поэтому сейчас будем кушать. Вся наша большая делегация сейчас ходит по больнице. Нам показывают комнаты, палаты. Я думаю, что палаты нас тоже удивлят. Посмотрите, вот есть такой предбанничек. Гостевая комната. И дальше уже палата для больного. А вот таким вот образом выглядит палата. Ой, меня детство. Я не сесть на зону, меня вот так вот. Ну-ка, а как здесь есть умывальник и туалет. Но, как видите, все еще только готовятся к заселению пациентов. Поэтому сказали, что нам покажут более чистую комнату. Нам выдали вот такой вот пресс-релиз. И расскажу вам немножко про старую больницу и про новую. Старая больница была построена в Алане в 1958 году. И там было всего 4 отделения. Ну, а сейчас новая больница, которую построили недалеко от магазина «Метро», включает в себя 134 отделения. В больнице работают 130 докторов. Есть место лежачее для 417 пациентов. Эту больницу, друзья, строили порядка 3-5 лет. Планирование началось в 2011 году. И что самое интересное, то, что старую больницу в Алане, которой многие из вас, наверное, были в государственном госпитале, в государственную больницу, ее строили 12 лет. 4 декабря 2017 года, в 2010, в этой больнице, в новой больнице появился первый ребенок. И, тоже, что интересно, 1 декабря, когда больница начала свою работу, отделение скорой помощи приняло 487 человек. В общем, очень классная новая больница. Я очень довольна. Меня она прям впечатлила, удивила. Ну, будем пользоваться, когда пойдем в эту больницу непосредственно уже к какому-то доктору. Я думаю, что об этом мы вам тоже расскажем. А сейчас нас ведут куда-то в новое место. Вот так вот выглядит приемное отделение. Здесь находится ресепшн. Как я уже говорила, в больнице 130 отделений. Вы находите свое отделение и подходите сюда. Также, как сказал главный врач, будет открыто отделение для иностранцев, которое будет работать 24 часа в сутки. и там будут говорить на пяти иностранных языках. Многие из вас задают вопрос, как получить квиточек к доктору. Вы можете позвонить по номеру 182 и записаться на прием к доктору. 182 – это центральная система всех больниц в Турции. Там говорят на турецком и на английском языках. Сейчас я вам покажу, как выглядит кабинет врача. Вот вы видите здесь экранчик. Когда вы приходите к врачу, высвечивается ваша фамилия. Вы заходите к врачу. Врач вас принимает вот здесь. И далее осматривает вас вот в таком помещении. Здесь кровать, шкафчики. Все необходимое есть. Несмотря на то, что больница вот-вот только открылась, вот вы видите здесь для людей с ограниченными возможностями. ресепшн. И уже очень много народу, которые хотят воспользоваться услугами новой больницы. Мы сейчас находимся в холле. Современный, красивый, просторный холл. А вот так вот выглядит приемное отделение для иностранцев. Здесь говорят, оказывается, не на пяти, а на шести языках, включая русский, английский, немецкий, французский, арабский. И работает 24 часа в сутки. Нам дали телефон. Нам дали по этому номеру. Вы можете позвонить, и вам помогут с талончиком к доктору. Внизу под видео я также оставлю этот номер. Вот так вот состоялась наша небольшая экскурсия по больнице. По поводу страховок, друзья. Частные страховки, которые вы делаете для ВНЖ, здесь не действуют. Но все туристические страховки, когда вы приезжаете в отпуск, здесь действуют. Прием у врача стоит 50 лир. Более подробную информацию вы можете узнать, позвонив по телефону, который я вам показала и оставила в описании. Надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. В больницу мы придем еще не раз. Поэтому пишите ваши комментарии, вопросы. Мы постараемся на них ответить. Ну, а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.